друзья мои приветствую всех на канале просто дима ну что как обычно еженедельный традиционный ребята обзор брестской стоянки автоконфиската я уже приехал на стоянку вот такой вот у нас жаркое лето ребята сейчас где-то порядка 30 градусов вот в общем жаришка самое настоящее посмотрим что тут поменялось что-то новое но новое уже я вижу что что-то новое появилось в общем посмотрим цены как обычно в общем друзья устраивайтесь поудобнее кто не подписан подписывайтесь на канал и погнали смотреть что тут есть на стоянке пройдемся сразу по вот этим вот тут небольшие перестановки а6 в кузове c6 трехлитровый дизель автомат avant 25 795 цены белорусских рублях само собой но она тут это не новинка в принципе ценник 25000 это уценилась уже машина еще один более-менее свежий агрегат здесь бмв 320 дизель 2005 год седан автомат двухлитровый дизель 23 522 есть нюансики конечно по кузову у нее показывал неоднократно peugeot 807 ребята 2002 год двухлитровый дизель 10 тысяч 886 рублей ребята ну цена уже очень хорошая на этот минивэн я вам так туда он конечно такой страшненький по кузову неоднократно я его показывал по салоне по салону тоже он не в идеале ребята но одно могу сказать цена очень хорошая цена очень хорошая то есть это наверное самый что называется низ рынка вот и двигатель ребята тут работает как часики да там салон кузов все это херня извините за выражение ездить на этой машине можно работать на этой машине можно то есть мотор тут как часики работает ну и хороший ценник само собой то есть если вам надо минивэн какой-то для работы именно для работы не людей возить то в принципе почему нет ребята за такие деньги вы сейчас ничего не купите ну такого класса я имею ввиду машину вот ребята смотрите какая новинка nissan микроб микро рестайлинг насколько я понимаю да вот такими вот повреждениями по морде кущение как сбила не дай бог человека или животное какое-то давайте посмотрим на микро давно здесь ничего такого мелкого не было значит 2000 года выпуска ну понятно 998 сантиметров кубических объем двигателя то есть литровый 2160 рублей 2160 рублей до подмяло капот левая фара бампер ну там возможно усилитель бампера немножко но вроде бы вроде бы лонжерон но не видно не задела возможно лонжерон бампер уже до этого был битый потертый хороший очень резина белшина ну тут вот все вот на саморезах с какими-то латками тут латка заплатка тут латка это ребята 3-дверный хэчбэк ну даже до его тут готовили готовили под покраску но не доготовили ну видите вот замена лобового стекла полюбасу но ребята смотрите как это называется я не помню штука ну как бы полукабриолет короче сдвижная к блин не заметил ребята выбито еще стекло боковое ну да короче со стеклами тут беда салон заглянем нету вот этих вот ковров на полах или его там варили или готовили покраски тут все под выбран под выдрана вот ну да такой прямо скажем подуставший экземплярчик наверное как в японцах салона открывается багажник где он тут открывается фиг его знает ладно не будем тогда не будем тогда мучить машину я машинка сама по себе неплохая она такая юркая шустрая с экономичным мотором посмотрим сейчас под капотом ну под капотом ребята тоже как-то не очень все красиво что-то она кипела видите даже дырка в бачке тут вот все такое ну в общем за скажем так кипела она выкипала бедненькая греется короче возможно ли прокладку выдавил или еще что-нибудь масло ну как бы масло на самом кончике если вам видно но вроде эмульсии эмульсии нету и радиатор ты такой маленький такой наполовину наполовинку этого малюпусенький такой да тут на стаканчиках конечно проблемки небольшие да лонжерон ребята целый но это уже так понимаю рестайлинг то есть у них до рестайлинга немножко другая морда как бы в принципе 2100 деньги небольшие конечно ну потратиться на нее надо с учетом вот этих вот всех недостатков но зато оригинальные оригинальные нелитые штампованные диски и с оригинальными колпачками все четыре на месте мелочь а приятно ну в общем вот такая новинка как говорится если кому-то охота поковыряться с машина я думаю что можно и на коленке отремонтировать гараже и ну тогда можно брать может она еще уценится немножко дальше идем ford мандео гонка 1.6 бензин 1436 рублей 97 год ничего не поменялось тоже два битых в нос уже получается nissan и ford вот этот мандео чуть позже появился это у нас лифтбэк 95 год двухлитровый бензин 2376 рублей девяносто пятый год механика тоже не без дефектов уже показывал я его не будем заострять внимание рено меган ребята рено меган пятидверный хэтчбэк 90 год 1.6 бензин 1738 рублей тоже ребята ценник небольшой но как бы проблем в этой машины хватает первую очередь кузовные конечно фиат браво 98 год 1.8 бензин 2106 рублей это не новинка уже здесь никто пока не хочет быть счастливым мария ребята мария 98 год фиат само собой 300 тысяч пробег 1.9 ребята дизель 3456 рублей мария в универсале фиат посмотрим нюансики понятно по кузову спущены колеса пороге пороге такое ощущение как переделывались арки подгнили ржавые очень колесные диски багажник тут так интересно откидывается и верхняя часть и нижняя откидывается то есть грузовое пространство облегчает погрузку да вот так вот выглядит по кузову тут тоже не намного лучше вмятина по моему на крыше здесь вот в районе антенны стекла вроде бы целая заглянем сейчас под капот турбодизель ребята не жтд а просто турбодизель жтд он такой с камон райлом там более капризным грубо говоря более капризный качество топлива тут обычный простой турбодизель видите что сами со стаканами латки тут сыровато на кондиционер ремень отсутствует ну и тут вот сами видите по кузову по кузову конечно печально но тоже мне сказали что мотор работает очень хорошо как бы ну для дизеля говорят шепчет шепчет тут уже видите бюджетный ремонт фары на скрутках из проволоки другой стороны работает почему нет проверим сейчас уровень масла масло есть масло есть черненькое как положено как положено в дизеле так ну и заглянем посмотрим что в салоне передние электростеклоподъемники руль обычные механика понятно пятиступенчатая кондиционер есть но явно не подключен магнитола отсутствует есть подлокотничек чехлы какие-то такие под эту под эко кожу накладочки такие вот на стекла дефлекторы ну багажник тут вот видите вот так вот можно блин можно но одной рукой чуть не получается короче вот эта еще часть откидывается и получается такой большой хороший багажник друзья это трава какая-то ну что сказать фиат фиат есть фиат понятно по кузову нюансы по мотору сказали неплохой три тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей я думаю что пока дороговато но возможно у ценится неплохая кстати резина диски конечно страшнючие вот эти штампованная но реди резина хорошая и не бы какая гудьер ребята так ну и это у нас не новинка 2019 рублей вас 2114 2004 год один и пять бензин четырка показывал я и уже неоднократно наверное не первый месяц она тут стоит выбиты задние стекла частично ну такое такое себе ну и вот это вот новинка ребята с прошлого раза opel vector 97 год два литра дизель 4428 рублей 4428 рублей двухлитровый дизель механика седан более подробно показывал в предыдущем видео которое вышло на прошлой неделе кому интересно заходите ну и что тут у нас что тут у нас по мотокультиватором мотоблоком смотрю ничего не поменялось мототехники тоже никакой не добавилось чуть-чуть уценился ребята вот этот мотоблок агре 400 в разобранном состоянии 631 рубль ну и вот этот вот 653 штенли 900 мотокультиватор по моему ценник не поменялся такой же как и был ну что ребята в принципе на этом все вот такой вот был обзор еще раз повторяю то брестская стоянка авто конфиската город брест улица городская 54 все дорогие друзья вот такой вот был обзор в понедельник который будет выйдет обзор мероприятие которое у нас было неделю назад это этап лиги дрифта там соревнования будут по дрифту репортаж мой оттуда то есть понедельник друзья кому интересно заходите вечерком выйдет очередной видосик ну а я на этом с вами прощаюсь это был канал просто дима всем большой респект счастья мира любви удачи и как обычно увидимся на канале всем пока пока пока